Книга притчей Соломоновых Глава одиннадцатая стихи со второго по одиннадцатый Придет гордость, придет и посрамление, Но со смиренными мудрость. Праведник, умирая, оставляет сожаление, Но внезапно и радостно бывает погибель нечестивых. Непорочность прямодушных будет руководить их, А лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, Правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, А нечестивый падает от нечестия своего. Правда прямодушных спасает их, А беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, И ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, А вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, Но праведники прозорливостью спасаются. При благодействии праведников веселится город, И при погибле нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, А устами нечестивых разрушается. Книга пророка Исаии, глава 61, стихи с 3 по 7. Возвестить с сетующим на Сионе, Что им вместо пепла дастся украшение, Вместо плача елей радости, Вместо унылого духа славная одежда, И назовут их сильными правдою, Насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, Восстановят древние развалины, И возобновят города разоренные, Остававшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, И будут пасти стада вашей, И сыновья чужестранцев Будут вашими земледельцами И вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, Служителями Бога нашего будут именовать вас, Будете пользоваться достоянием народов, И славиться славой их. Послание к евреям Святого апостола Павла Глава 13 стихи 7 по 9 Поминайте наставников ваших, Которые проповедовали вам Слово Божие, И, взирая на кончину их жизни, Подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня, И во веки веков тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, Ибо хорошо благодать и укреплять сердца, А не яствами, от которых не получили пользы, Занимающиеся ими. Евангелие от Иоанна Глава 16 стихи с 33 по стих 8 главы 17 После сих слов Иисус Возвел очи свои на небо и сказал Отче, пришел час, прославь сына твоего, Да и сын твой прославит тебя, Так как ты дал ему власть над всякую плотью, Да всему, что ты дал ему, Даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, Да знают тебя единого истинного Бога И посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, И ныне прославь меня ты, Отче, У тебя самого славою, Которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человекам, Которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, И они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, Что все, что ты дал мне, От тебя есть, Ибо слова, которые ты дал мне, Я передал им, И они приняли, И уразумели истинно, Что я ишел от тебя, И уверовали, что ты послал меня. Святой Иоанн Златоуст О рукоположении во Пресвятера Неужели истинно то, Что случилось со мною? Действительно ли совершилось то, Что совершилось, И я не обманываюсь? Неужели настоящая не ночь и сновидение, Но действительно день, И мы все бодрствуем? Кто поверил бы тому, Что днем, когда люди не спали И бодрствовали, Смиренный и презренный юноша Вознесен на такую высоту власти? Ночью нисколько не странно бы Этому случиться. Тогда иные, уродливые телом И не имеющие даже необходимой пищи, Уснувши, видали себя стройными И красивыми, И наслаждающимися царской трапезой. Но эти представления были Сон и обман сновидений. Таково свойство сновидений. Они изобретательны и причудливы, И потешаются странными забавами. Но днем и на самом деле Никто не увидит этого Так легко случившимся. А ныне случилось, Сбылось и свершилось, Как видите, все такое, Что невероятнее сновидений. И город, Столь великой и многолюдный, И народ чудный и великой, Устремился к моему смирению, Как бы надеясь услышать от меня Что-либо великое и важное. Но хотя бы я тек подобно рекам, Не иссякающим, И в устах моих содержались Источники речей, И тогда, При таком множестве Стекшихся для слушания, Поток от страха Тотчас остановился бы у меня И устремил воды свои назад. А когда я не имею Не только рек и источников, Но и скудной капли, То как не опасаться, Чтобы и этот малый поток Не иссяк, Засохший от страха, И чтобы не было того же, Что обыкновенно случается с телами. Что же бывает с телами? Часто держа в руке много вещей И сжимая их своими пальцами, Мы, испугавшись, Роняем все От расслабления наших нервов И упадка телесных сил. Это же, боюсь, Не случилось бы сегодня И с моею душою. И с великим трудом Собранные мною для вас мысли, Хотя малые и скудные, От страха пришедшие в запвение Не исчезли бы И не улетели бы, Оставив ум мой пустым. Поэтому прошу всех вас вообще, Начальствующих и подчиненных, Чтобы вы, Сколько навели на меня Страха прибытием для слушания, Столько же вдохнули в меня Смелость и усердием в молитвах И умолили дающего, Дабы мне дано было слово. Итак, намереваясь в первый раз Говорить в церкви, Я хотел начатке вступления Посвятить Богу, Давшему нам этот язык. Так бы и следовало, Потому что не только Начатке гумна и точила, Но и начатке слов Надлежит освящать слову. Даже начатке слов Гораздо более, Нежели начатке снопов. Притом, этот плод И нам свойственнее, И самому чтимому Богу Приятнее. Грозды и колося Произращают недра земли, Питают потоки дождей И обрабатывают руки земледельцев. А священную песень Рождает благочестие души, Воспитывает добрая совесть, И в сокровищницы небесные Принимает Бог. Но насколько душа лучше земли, Настолько и это произрастание Лучше того. Посему и некто из пророков, Муж чудный и великой, Осия имя ему, Внушает оскорбившим Бога И желающим умилостивить его, Чтобы они приносили в жертву Не стада волов И не муки столько-то И столько-то мер, Или что-либо другое подобное. Но что? Возьмите, Говорит с собою, Словеса. Что за жертва слова, Может быть, Скажет кто-нибудь? Величайшее возлюбленный, И драгоценнейшее, И лучшее всех других. Кто говорит это? Тот, кто верно и лучше всех знает это, Доблестный и великий Давид. Принося некогда благодарственную жертву за победу, Одержанную на войне, Он так говорил. Восхвалю имя Бога моего в песню, Возвеличу его во хвалении. Потом, показывая нам превосходство этой жертвы, Присовокупил. И угодно будет Богу, Почетельца. Так хотел и я сегодня принести эти жертвы И обогреть кровью этих приношений Духовный жертвенник. Но что мне делать? Один мудрый муж Заграждает мне уста И устрашает меня словами. Неприятно похвала в устах грешника. Как в венках должны быть чисты Не только цветы, Но и свивающая их рука, Так и в священных песнях Должны быть благочестивы Не только слова, Но и сплетающая их душа. А у меня она нечиста, Не имеет дерзновения И исполнена многих грехов. Но людям такого свойства Заграждает уста Не только этот закон, Но и другой, Древнейший и прежде него поставленный. И этот закон ввел сейчас Беседовавший с нами О жертвах Давид, Ибо сказав, Хвалите Господа с небес, Хвалите Его в вышних, И немного после еще сказав, Хвалите Господа от земли, И призвав ту и другую твачь, Горнюю и дольнюю, Чувственную и умственную, Видимую и невидимую, Находящуюся выше неба И под небом, И из той и другой Составив один хор, И так повелел Хвалить царя всех. Он нигде не призывал грешника, Но и здесь Затворил пред ним двери. А чтобы слова мои были яснее для вас, Я прочитаю вам сначала Самый Псалом. Хвалите Господа с небес, Хвалите Его в вышних, Хвалите Его все ангелы Его, Хвалите Его все воинства Его. Видишь ли хвалящих ангелов, Видишь ли архангелов, Видишь ли херувимов и серафимов, Эти вышние силы, Ибо когда Он говорит Все силы Его, То разумеет весь горний сон, Но видишь ли здесь грешника, Как же, скажешь, Можно ему явиться на небе, Пойдем же сведем тебя на землю, Переставив в другую часть хора, И здесь опять не увидишь его. Хвалите Господа от земли, Великие рыбы и все бездны, Огонь и град, снег и туман, Бурный ветер, Исполняющий слово Его, Звери и всякой скот, Присмыкающиеся и птицы крылатые. Ненапрасно и не без причины При этих словах я замолчал, Смутились мысли в уме моем, И пришлось горько заплакать И тяжко вздохнуть. Что может быть, скажи мне, Достойнее жалости? Скорпионы и змеи, И драконы призываются К хвалению создавшего их. Один грешник исключается Из этого священного хора. И справедливо. Грех есть злой и свирепый зверь, Не только высказывающий злость К сослужебным ему существам, Но и изливающий яд злобы И на славу Господню. Вас ради, говорит Господь, Имя мое, хулица во языцах. Посему пророк и изгнал грешника Из вселенной, Как бы из священного отечества, И отправил в ссылку. Что же мне делать? Так как я отринут и отсечен, То, конечно, надо бы намолчать. Итак, скажите, Уже ли замолчать мне? Уже ли никто не разрешит мне Восхвалить нашего владыку? Я напрасно просил ваших молитв, Напрасно прибегал К вашему покровительству. Нет, не напрасно. Я нашел, Нашел и другой способ словословия По вашим же молитвам, Которые среди этого недоумения Заблистали, как молнии во мраке. Я буду хвалить сослужителей. Можно хвалить и сослужителей. А когда они будут хвалимы, То прославление, конечно, Перейдет и на владыку. А что он и таким образом прославляется, Это показывает сам Христос в словах. Так да светит свет ваш пред людьми, Чтобы они видели ваши добрые дела И прославляли Отца вашего небесного. Вот и другой способ словословия, Который можно и грешнику употребить, И не нарушить закона. Итак, кого, Кого из сослужителей восхвалить мне? Кого же другого, Как не общего учителя Отечества, А через Отечество и всей Вселенной? Как он вас научил стоять за истину до смерти, Так и вы других людей научили скорее Расставаться с жизнью, Нежели с благочестием. Хотите ли, Сплетем ему из этого венцы похвал. Хотел бы и я, Но вижу неизмеримую бездну подвигов, И боюсь, Чтобы слово, Опустившись в глубину, Не оказалось бессильным Возвратиться наверх. Нужно было бы исчислить Древние подвиги, Путешествия, Бдения, Заботы, Советы, Борьбы, Трофеи за трофеями и победами, Деяния, Превосходящие не только мой, Но и всякой человеческой язык, Требующий апостольского голоса, Дзвижимого духом, Который может о всем сказать и научить. Но, минуя эту область, Обратимся к другой, Более безопасной, Которую можно переплыть И на малой ладье. Поведем речь о воздержании, И скажем, Как он поработил чрево, Как презрел роскошь, Как отверг богатую трапезу, И притом быв воспитан в знатном доме. Нисколько неудивительно, Когда к такой убогой и суровой жизни Приступает живший в бедности. Он имеет в самой бедности Спутницу и сообщницу, Ежедневно облегчающую ему это бремя. Но кто владел богатством, Тому нелегко вырваться из оков его. Нет ничего другого, Что столь препятствовало бы Шестью на небеса, Как богатство И происходящее от богатства беды. Не мое это слово, Но приговор, Произнесенный самим Христом, Который сказал, Трудно богатому войти В царство небесное. И еще говорю вам, Удобнее верблюду пройти Сквозь игольные уши, Нежели богатому Войти в царствие Божие. Но вот это неудобное, А лучше сказать, Невозможное стало возможным. И о чем некогда Петр Недоумевал предучителем И хотел узнать, Это мы все познали На самом деле, И даже более того, Ибо этот муж Не только сам Вошел на небо, Но и вводит туда Столько народа, Хотя имел, Кроме богатства, И другие, Не меньшие препятствия, Молодость И преждевременное Сиротство, Которые еще более Могут омрачить Всякую человеческую душу. Такое имеют они Обаяние, Такую представляют Отраву. Он же И над ними Басторжествовал, И устремился К небесам, И прилепился К тамошнему Любомудрию, Не подумал О блеске Настоящей жизни, И не посмотрел На знаменитость Предков, А лучше сказать, Посмотрел На знаменитость Предков, Не тех, Которые связаны С ним По естественной Необходимости, Но тех, Которые близки К нему По благочестивому Настроению. Посему Он и сделался Таким. Он посмотрел На патриарха Авраама, Посмотрел На великого Моисея, Который был воспитан В царском доме, Наслаждался Роскошью, Трапезою И вращался Среди шума Египетского, Но, Пренебрегший Всем этим, Добровольно Перешел К глине И племфоделанию. Царь и сын Царской Пожелал быть В числе Рабов и пленников. Поэтому Он и возвратился В блистательнейшем виде, Нежели Какой Прежде Имел И отверг. После Бегства И служения У тести И после Бедствий На чужбине Он возвратился Властителем Царя, Или лучше Богом Царя. И был Он славнее Царя, Не имея Диадемы, Не обликаясь В багряницу И не выезжая На золотой Колеснице. Он возвратился Со скипетром, Которым Повелевал Не только людям, Но небу И земле, И морю, И естеству Воздуха, И воды, Озерам, Источникам И рекам, Ибо стихии Делались Всем тем, Чего хотел Моисей. На него Взирая И этот Муж Сделался Таким И при том, Будучи Юным. Если только Он был Когда-либо Юным, Я не верю Этому. Такой Старческий Ум был У него От самых Пелен. Но и Будучи Юным По возрасту, Он объял Все Любомудрие И, Познав, Что наша Природа Подобна Полю, Заросшему Лесом, Легко Отсекал Душевные Недуги Словом Благочестия Как бы Каким Серпом, Представляя Земледельцу Чистую Ниву Для Посева Семян И, Принимая Все Эти Семена, Внедрял Их В глубину, Чтобы Они, Укоренившись Снизу, Не страдали От жара Солнечных Лучей И не Были Подавляемы Тернием. Так Он Возделывал Свою Душу, А похотение Плоти Укращал Врачевствами Воздержание, Возлагая Удерживал Его, Что Самые Уста Похотей Обогрялись Кровью, С надлежащую Впрочем Умеренностью, Ибо И не Напрягал Тело Слишком Сильно, Чтобы Связанный Путами Конь Не Оказался Негодным Ему Для Службы, И не Попускал Ему Впасть В Чрезмерную Тучность, Но Заботился Вместе И о Здоровье Его, И о Благопристойности. И Не в юности Только он Был Таким, Но Именовав Этот Возраст Не Прекратил Такой Заботливости. Напротив, И теперь, Когда Находится В Старости, Как Бы В Тихой Пристани, Продолжает Соблюдать Ту Же Попечительность. Подлинно Юность Возлюбленные, Подобно Яростному Морю, Исполненному Свирепых Волн. А Седина Вводит Души Состарившихся Как Бы В Безмятежную Пристань, Ею Наслаждаясь Тепечь И находясь, Как я Выше Сказал, В Пристани, Этот Муж Не Менее Того Беспокоится И О Тех, Которые Обуреваются Среди Море. Такой Боязни Он Научился У Павла, Который И после Того, Как Восходил На Небо И Перешедший Следующее За ним Достигал Даже До Третьего Неба, Говорил Боюсь, Дабы Проповедуя Другим Самому Не Остаться Недостойным Посему И этот Муж Держит Себя В Постоянном Страхе Чтобы Постоянно Быть В Безопасном Состоянии И Сидит Прикормили Наблюдая Невосхождение Звезд Неподводные Камни И Скалы Но Нападение Демонов И Козни Дьяволов И Обходя Вокруг Своего Воинства Соблюдает Всех Безопасности Он Не Только Смотрит За Тем Чтобы Ладья Не Потонула Но Принимает Все Меры К Тому Чтобы И Никто Из Плывущих Не Испытал Какого Нибудь Беспокойства Благодаря Ему И Его Мудрости Мы Все И Плывем Благополучно Распустив Вполне Паруса Корабля Когда Мы Потеряли Прежнего Отца Который Родил Нам И Этого То Наше Положение Было Затруднительно Поэтому И Плакали Мы Горько Как Бы Не Надеясь Что Этот Престол Получит Другого Такого Мужа Но Когда Явился Этот Муж И Стал Посреди То Разогнал Все Наше Уныние Как Облако И Рассиял Все Печали Прекратив Наш Плач Не Постепенно А Вдруг Так Как Будто Был 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 Сам Вставший Из Гроба Опять Взошел На Этот Престол Впрочем Увлекшись Подвигами Нашего Отца Я Незаметно Продолжил Беседу Сверхмерой Не Сверхмерой Его Подвигов О Нех Я Еще И Не Начал Говорить Но Сверхмерой Какая Прилично Моей Юности Остановим Беседу Как Бы В Пристани Молчанием Отойдем же Отойдем Обратившись К молитвам Помолимся О том Чтобы Общая Наша Матерь Церковь Пребывала Непоколебимую И Неподвижную И Чтобы Этот Отец Учитель Пастырь Кормчий Жил Долгие Лета Если Вы Вообще Удостоиваете Какого Нибудь Внимания И Меня Хотя Бы Как Некоего Изверга То Помолитесь О Неспослании Мне Великой Помощи Свыше Я Нуждался В защите И Прежде Когда Жил Сам По Себе Покойной Жизнью Когда Же Я Выведен На Середину И Принял На Себя Это Крепкое И Тяжкое Иго То Мне Нужно Много Рук Помощи Нужны Бесчисленные Молитвы Чтобы Я Мог В целости Возвратить Залог Давшему Его Владыке В тот День Когда Получившие Таланты Будут Позваны И Приведены И Должны Будут Отдать В них Отчет Итак Помолитесь Чтобы Мне Быть Не В числе Связанных И Ввергаемых Во тьму Кромешную Но В числе Имеющих Получить Хотя Малое Снисхождение Благодатью И Человеколюбием Господа Нашего Иисуса Христа Которому Слава И Держава И Поклонение Во веки Веков Аминь КОНЕЦ